Краткие проповеди Чарльза Сперджена Проповедь девятая Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Деяние апостолов, 10 глава, 14 стих. Петр все еще был Петром. Дорогие друзья, я думаю, что если бы я никогда раньше не читал этого места в Деянии апостолов, а знал бы только жизнь Петра, как она описывается в четырех Евангелиях, и кто-нибудь показал бы мне этот текст и сказал, я выпустил имя апостола. Но один из них, видя видение Божие и зная, что Бог говорит с ним, беспечно сказал, нет, Господи. Как ты думаешь, кто это был? То мне не пришлось бы гадать дважды. Я был бы уверен, что это был Петр. О себе мы, наверное, можем сказать тоже. Ты, Фома, задумчивый и заботливый, немного странный и боязливый. Ты, Дитя Божие, но ты все еще Фома. И ты, Иоанн, ты всегда был таким ласковым и мягким и одновременно пылким в своем рвении. А теперь, став учеником Христа, ты наверняка будешь еще ласковей, чем когда-либо. Однако не удивлюсь, если ты скажешь, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их? Человек остается тем же человеком. Он очень изменяется, но не теряет своей идентичности. Какое бы изменение ни произошло в нем, Петр оставался Петром. Хотел бы, чтобы вы, новообращенные, больше это учитывали. Может быть, вы думаете, что в день своего покаяния вы полностью покинули свое старое «я». Могу уверить вас, что это не так. Вспыльчивый характер, присущая вам вялость, склонность к меланхолии, нерешительность и непостоянство останутся. Вам придется всю жизнь бороться с этим. Вы очень изменились. Бог совершил в вас чудо. Он дал вам новое сердце и вложил в ваши уста новую песнь, но склонность к козлу не умерла. Петр, после того, как Дух Святой сошел на него, и он сказал прекрасную, спасающую души проповедь, все еще оставался Петром, и тон его слов выдавал его.